Привет! Меня зовут Евгений Скифко, и сегодня я хочу поговорить о новых технологиях монополярного инвазивного РФ и в чем их преимущество для коррекции локальных жировых отложений от уже существующих технологий. В косметологии использование оборудования на основе радиочастотной энергии началось с 2002 года. И первые аппараты использовали монополярную РФ. В чем там была суть? Один датчик находился у вас где-то на коже на лице, второй датчик всегда накладывался под спину, и между двумя датчиками у вас идет электрический ток, который приводил к локальному глубокому достаточно нагреванию. В последующем технология перешла в мультиполярные, биполярные радиочастотные воздействия, которые позволяли нагревать более локально в той зоне, с которой только вы работаете. Но при этом это был достаточно объемный такой прогрев, длительный до температуры не более 45 градусов Цельсия. Почему 45? Это связано с тем, что у нас болевые ощущения при объемном нагревании возникают при температуре 45 градусов Цельсия. И это был достаточно такой долгий длительный прогрев в районе 20 минут. Дальше технология начала развиваться и уходить в микроигольчатые RF технологии, которые позволили более локально, более мелкоточечно прогревать наши ткани, и достигая более высокой температуры уже коагуляции коллагена до 60 градусов Цельсия. И появились инвазивные микроигольчатые RF технологии. Сначала это было неизолированные иглы, Дальше технология перешла к изолированным иглам, чтобы достигать более локализованного нагрева с более высокой температурой. И эти технологии на сегодняшний день широко распространены. И по большому счету на сегодняшний день у нас есть монополярные равномерно глубоко прогревающие, биполярные широко тоже равномерно прогревающие, и микроигольчатые RF технологии, которые дают нам воздействие сразу большим количеством игл по технологии биполярных RF, но они дают прогревание в достаточно большом все равно объеме, и при этом это больше такое стимулирующее тепло. И на сегодняшний день у нас появляется новая, совершенно революционная технология, которая дает возможность прогревать монополярным инвазивным игольчатым RF более жестко, чем то, что у нас уже существовало до этого. И данная технология позволяет нам работать с локальными жировыми отложениями в подбородочной зоне, в области брыли, в области малярных жировых пакетов. И с точки зрения RF энергии, RF технологии, Агнес дает нам возможность воздействовать именно более локально, более агрессивно на подкожно-жировую клетчатку. И этот аппарат сделан для того, чтобы повреждать локальные жировые отложения. То есть все технологии, которые существовали у нас до этого с точки зрения RF технологии, они были направлены в основном на стимуляцию, на неокалогеногенез, на активацию работы фибробластов. То есть они в основном работали с антенотканным каркасом. Опосредованно мы получали уменьшение локальных жировых отложений, но это было не ярко выражено, потому что недостаточная температура, недостаточная глубина воздействия. И Агнес дает совершенно другую технологию на сегодняшний день. Это целенаправленное воздействие именно в область подкожно-жировой клетчатки. Воздействие достаточно агрессивное по температуре, которое вызывает необратимые повреждения адипоцитов нашей подкожно-жировой клетчатки. И все существующие технологии микроигольчатого RF, они не работают на такую глубину. Они не дают той нужной температуры. Плюс за счет объемного достаточного прогревания, они не могут себе позволить такую агрессию. Иначе это приведет к осложнениям в виде рубцевания. И некроза тканей. И появление на сегодняшний день монополярного инвазивного RF открывает новые возможности в коррекции локальных жировых отложений. И это то, чего нам не хватало в нашем арсенале. У нас до этого были инъекционные липолитики, но основной их недостаток был – это плохой контроль результата. Потому что есть текучесть препарата, не всегда мы контролируем глубину воздействия, не всегда мы контролируем, куда затекает этот препарат, не всегда мы получали те результаты, на которые мы рассчитывали. Очень сложно было получать прогнозируемость эффекта от пациента к пациенту. Где-то прям результаты вау, где-то результаты нас немного огорчали. С помощью технологии Agnes, вообще с помощью электротермолиза, можно получать одинаковые результаты у большого количества пациентов, потому что технология более контролируемая, технология более прогнозируемая, и она лучше дает результаты у большого количества пациентов. На этом все. Оставляйте свои комментарии внизу и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!